привет ребята сегодня хочу показать вам функцию заливки в программе infinite painter в принципе это супер простая функция казалось бы что здесь показывать но есть свои нюансы смотрите давайте нарисуем прямоугольничек синим да и нам нужно будет залить его красным что мы берем мы берем нашу заливочку да она у вас функция рисования сплошный цвет все окей и выбираем красный цвет и заливаем наш квадратик что у нас во-первых появилась да это белые полосы которые нас не устраивают и во-вторых нам бы не очень хотелось заливать контур на слое с контуром заливать но иначе ничего не получится да что мы можем сделать мы можем первое мы нам нужно залить на другом слое да и нет не затронув контур но чтобы было в пределах контура во первых мы можем взять ласа прямоугольник функцию выделить наш контур до примерно и уже прямо тут на взять заливочку и залить на другом слое выбрать другой слой и залить зальется только функцию можно очистить да уже выделение можно чистить зальется только тот кусок иллюстрации который вы выделили лассо и подтянуть под низ да и вас принципе контур останется в покое да и заливка будет красивенькая без белых пятенок пятенок без белых пятен но допустим вам долго обводить или какая-нибудь сложная фигура долго обводить лассо да или не хотите ли что-то еще какая-то причина может вы не любите лассо и тогда есть такой вариант что выберете новый слой ставите заливку выбирайте красный цвет до ваш и щелкайте кнопочку просачивание слоев и тогда у вас заливка ваша увидит контур фигуры на предыдущем слое и зальет только его но здесь у нас проблема с белыми краями остается острый да то есть вы здесь можете либо закрасить вручную что опять таки не всегда может быть удобно либо либо функция трансформация чуть 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 увеличите вашу вашу заливочку да то есть буквально на чуть-чуть вот ну там можно функции искажения либо деформация да можно как-то еще меньше сделать увеличение по краям но это подходит только если у вас такая простая фигура как круг квадрат прямоугольник там треугольник условно да то есть если какая-то сложная да типа там фигура дать то конечно уже не получится потому что будет какой-то стороны вылезать и будет трата времени и еще один вариант как можем залить фигуру мы дублируем наш контур заливаем его красным цветом прокрашиваем здесь ручкой белые края можно неаккуратно потому что мы будем сейчас все равно этот контур убирать блокируем берем ручку побольше и все закрашиваем красным цветом белые края если остались то их тоже конечно разблокируем и докрашиваем и потом либо опускаем под наш квадратик и у нас ничего не не видно до либо трансформируем так чтобы было видно у синий контур да если нужно чтобы брать заливка была сверху вот такой способ тоже довольно долгий но может быть для сложных фигур каких-то он будет более действенным мне нравится заливка через двойной слой это прям идеально либо выделение лассо это более удобно но иногда приходится прибегать и к такому способу тоже есть везде свои нюансы все надеюсь было полезно надеюсь будете пользоваться каким-то из этих способов если что пишите в комментариях постараюсь вам ответить пока пока